Дорогие соотечественники, Сегодня мы завершаем последнюю передачу из цикла, посвященного столетию одного очень драматического события в жизни нашей молдавской государственности. Это рождение и гибель в результате предательства как изми, так и изнутри первой молдавской демократической республики. В этой передаче с Виктором Степанюком мы пришли к одному очень неожиданному, появившемуся именно в процессе обсуждения этой темы вместе с вами, выводу. История имеет свойство повторяться. Не в точности, кто-то даже пошутил, вначале в виде трагедии, потом в виде фарса. В те времена, далекие от нас, уже прошел век, в 17-м году происходит постепенный развал Российской империи. Народы, входящие в состав этой империи, надеются получить свободу и землю. Начинаются национальные движения. Первоначально не шла речь об выходе из состава империи. Но после переворота Октябрьского произошло то, что могло послужить, мы бы сказали так, спусковым крючком. А именно, право народов на самоопределение. И вот тут оказалось, что в игру вступили не только внутренние силы, но и силы внешние, геополитические. И мы пришли к выводу, что это очень напоминает нам ситуацию нынешнего дня. С определенными особенностями, которые мы и обсудим с вами в конце нашей передачи. Итак, у нас в гостях доктор истории Виктор Степанюк. Добрый день. Добрый день. Продолжим? Продолжим. Драматическая тема и трагическая. Да. Ну, драматический перевод в жизни Молдавской республики, в принципе, он начинается с конца декабря. Когда уже, как мы говорили, эти народные волнения, в первую очередь крестьянские, бунты огромное количество. И отступление с фронта русских, российских войск. Потому что с румынского фронта уже... Кстати, многонациональных по своему составу. Безусловно. Там российские войска, они начинают делиться там на украинские, гайдамаки, грузины, армяне, значит, и молдаване, безусловно. Вот на этой территории. И, конечно, каждая из этих воинских частей, значит, в разной степени там существует какая-то дисциплина, какая-то иерархия. Надо сказать, что еще сохраняются войска, которые так или иначе подчиняются генералу Щербачеву. А генерал Щербачев, напомним, нашим телезрителям, был никем иным, как командующим румынским фронтом. А со стороны русского правительства. Да, со стороны российского правительства, еще старого, то есть временного правительства Теренского. Но в это время, уже после октября-ноября, приходят большевики. Часть этого войска переходит на стороне, значит, советской власти. Но надо сказать, что осталась часть этого российского войска, которое было... В том числе и офицеры. Да, которое было абсолютно ничейным. То есть они не подчинились, уже не хотели подчиниться ни старому правительству, но они не хотели подчиниться и новому. То есть там была полная анархия. Они проезжали, проходили через нашу территорию. Те, кто возвращались. Возвращались. А многие остались в Румынии Королевской. Часть осталась. Часть осталась. А часть ушла дальше на Запад. Да. Часть из них осталась, подчинилась генералу Щербачеву. Но нужно сказать, что количество... Ведь же многие в Югославию потом ушли через Банат. Те, что остались под руководством генерала Щербачева, они составляли 20%. Мы должны понимать, что 80% русской армии начало делиться сначала по национальному признаку, а потом еще по идеологическому. Вот этому большевики, временное правительство, кому, что и так далее. Это происходило не только с рядовым составом, но и с руководящим, с офицерским составом. И об этом написал потом и Деникин, и сам Щербачев писали в своих мемуарах вот эту трагедию российской армии. Что касается Молдовы, Молдавской республики в то время, конечно, мы с вами говорили еще в прошлой передаче, что 27 декабря Свату Церри обсуждает вопрос анархии вообще. И там принимается, то есть выдвигаются разными партиями, фракциями две резолюции. Резолюция Молдавского блока, которую не получило большинство. Но депутаты, значит, в конце концов, они не согласились с подходом пригласить румынскую армию, как самую организованную на фронте. Потому что депутаты, в конце концов... То есть, чтобы напомнить еще раз нашим телезрителям, что ситуация такова. Фронт румынский начинает разваливаться. Основная сила этого фронта, русская армия под командованием Щербачева начинает разваливаться. Процессы, происходящие в гибнущей империи, отражаются на армии, как в стакане... Да, на армии и отражаются очень... Драматически и трагически. Трагически даже, я вам скажу, как раз на судьбу Молдавской республики. Потому что все эти процессы, большей частью, проходят еще здесь, в Бессарабе. Ага. И еще, чтобы мы не забыли, еще раз напомним, поскольку в жизни такого длинного цикла из трех передач, обычно позиция, это у нас одна передача с одним человеком. Ну, исключительно важность темы заставила нас жизнь. Мы сначала удивились, что надо вторую делать, и вот сейчас завершаем, надеюсь, третью. Так вот, там промелькнул такой момент, что первоначально никому в голову из королевских румынских чиновников и мысли не приходило, чтобы войти в Бессарабию. Когда была сильная, могучая, мощная империя, им даже во сне это. Но по мере раскручивания этих событий, Антанта, которая боялась, что развал румынского фронта... Проигрывала в то время. Она проигрывает. Войска германцев, победив, тут же отправят эти части на западный фронт. Франция очень сильно боялась. Франция боялась больше всего. И все помнили, наверное, взятие Парижа в 1871 году, когда коммуна была. И очевидно, как понятно, как мы установили, похоже, что вот эта идея, значит, компенсацию в Румынии Бессарабию родилась не где-нибудь, а в недрах французской международной политики. Эту морковку начали предлагать и немцы. Они говорят, ребят, что вам от них брать? Давайте мы предложим. И вот тут потихоньку, потихоньку, эта идея начинала все более и более, вот эта идея захвата Бессарабии и Анексии, и потом она стала рождаться именно в эти драматические дни. Да, вы правы, я вам скажу, что к этому выводу приходит все большее сейчас количество ученых, которые занимаются именно этой проблематикой. Потому что они понимают, что и Молдова тогда, и даже Украинская Народная Республика тогда, 17-18 года, они попали жертвой в первую очередь вот этого процесса. Конъюнктуры, жестокой. Да, войны, которая еще продолжалась в 17-18 году, и она завершилась только в ноябре 18-го года. Но именно в то время никто даже и помыслить не мог, что так быстро все закончится. Да, потому что на том этапе, когда формировалась Молдавская Республика, и Украинская Республика, и другие, обе блока, оба блока, и германский блок, и Антанта, в принципе, они эту идею самоопределения поддержали. Вспомните 14 пунктов Вильсона, Волтрова Вильсона, американского президента, который сказал... И тем не менее, кстати, в Соединенные Штаты Конгресс так и не признал эту аннексию Румынии. Это случится потом. И, внимание, помнишь, мы говорили с тобой, извини, на дымы старые знакомые, помнишь, как недавно посол США сказал тоже, что Гимпун начал истерить? Он сказал, мысли об объединении с Румынией не являются удачной. Почему? Старый американский принцип Дэвида и Тимпера. Делить можно, но объединять нельзя. Объединять, они не поддерживают эту... Кроме этого, надо сказать, ясно, что американцы в течение 20 века, они все-таки принципы самоопределения народов, они поддерживали. Но в плане чего? Разделение, а не объединение. Я согласен, здесь разные... Их задача была расколоть империи, забрать их рынки, что они и сделали. Нет, но согласитесь здесь, что с одной стороны у Ленина, и с другой стороны у Вилтрова Вилсона почти одни и те же идеи. Идея самоопределения. Я думаю, что... Ленин, в принципе, здесь выглядит, как большой демократ, потому что он говорит, берите сколько хотите современники. Как Ельцин потом сказал, берите свободу сколько хотите. Вы имеете право на самоопределение вплоть до выхода из состава России. Возвращаемся к 27-му. Что происходит в это время у нас? Значит, первоначально волей народа объявлена эта республика. В легитимности этого никто не сомневается из историка. Народ этого хотел. Но в процессе вот этих драматических событий помещики подумали, мы теряем землю, надо под какую-то серьезную власть. С фату церей, теряя эту власть, хватая за нее всеми руками, пошел на сговор с румынами. И дальше процесс покатился по наклону. Как он пошел? Пока тогда 27 декабря о сговоре мы не можем говорить. Давайте мы так, Виктор, быстро это пройдем, а потом будем обсуждать, чтобы я не перебивал вас. Значит, вот в конце декабря еще не идет речь о предательстве, о приглашении румынских войск и так далее. Это только начало. Щербачев не против, внимание. Конечно. Против ввода румынских войск Щербачев не против. Он считает, надо усмирить. Румыны, у них революции в стране нет, они усмирят, все будет окей, а потом уйдут. В конце декабря задача Антанта, которая, значит, здесь есть центральный штаб, они принимают вместе с Щербачевым и с румынским королем. Следующее время. Согласовано. Надо обуздать большевизм. Происходит разрушение, я говорю, большевистских частей на фронте, и они видят, что в Бессарабии очень заполнена эта территория тоже большевистскими войсками. Конечно, Сфату Церий видел эту оппозицию большевистскую и здесь, но мы с вами говорили еще в той передаче, не было ни одной попытки вооруженного решения вот этого политического вопроса. Первоначально не было, пока не появляются румыны, и тут начинается. Согласен, согласен. Это уже в первых числах января. И вот 27 декабря, я говорю, Сфату Церий голосует решение блока национальных меньшинств, а там решение было такое, такая резолюция. Пригласить войска, значит, только не румынские, пригласить любые войска для того, чтобы помочь усмирить ситуацию. Это первоначальное мнение Сфату Церий было, да? Это 27 декабря. И не только Сфату Церий, но, естественно, и... Руководители республики, да, они должны были выполнить. Но нужно сказать, что после этого решения, человек, который, значит, начал вести абсолютно, значит, предательскую такую позицию... Игром. Игром. Это был Пеливан. Иван Пеливан, который является министром иностранных дел. То есть он отправился, значит... Не напоминает ли нас, наших министров иностранных дел, подписавших кабальный договор с Европой, с этой ситуацией? То есть те министры, я сам дипломат, и ты, Виктор, был в Китае, у меня, мы там много чего хорошего сделали. Вот. Задача дипломата, особенно министра иностранных дел, защищать свое государство, а он ее сдает. Конечно. Не напоминает ли нам? Напоминает, напоминает. А сейчас этого человека хотят, чтобы он представлял нашу страну в Европе. Это после того, что он натворил. Давайте здесь мы поговорим, значит, и о факторе внутреннем, и о факторе внешнем. Фактор внутренний мы с вами договорились. Есть правительство, есть республика, есть законодательство, есть власть, которая хочет признания этой государственности молдавской. А министры иностранных дел идут на птичку с ясами, они в ясах сидели тогда, да? Да, но мы должны, значит, вспомнить момент, что здесь были два консульства, Франция и Е, и Румыния, и они уже начали работать в интересах Антанты. Антанты здесь, понимаете, как они продекларировали, значит, признание Молдавской республики, но, с другой стороны, у них основная задача, особенно француза, было защитить свои интересы на фронте. Скажем так, на словах они как бы признавали, но де-факто их это не интересовало. Постоянное общение французского, значит, консула с руководством республики, особенно с министром, начинает приводить к тому, что, вы знаете, вы сами не сможете, французский консул Сараил говорит, вы не сможете защитить себя, у вас слабая армия, у вас нет денег и так далее. Поэтому, давайте, кто-то вам должен помочь, кто может вам помочь, мы вам посоветуем, что помочь вам, может, единственная эта румынская армия, потому что она, там есть дисциплина, все остальное разваливается, вы видите, Шербачев... Да, и надо сказать, что Пелеван побежал, значит, в Ясах, и он начал вести переговоры тайно, я утверждаю тайно, потому что я эти документы все видел, кто меня может убедить, что это было решение Инкульца или Сватуцель, это ошибка. Первоначально было не так. Это не так. Единственное, на что дал согласие, значит, после разговора Инкульца с Сараилом... Сараил, это французский. Это французский консул. Первого, второго, третьего января, значит, большевики, большевицкий штаб здесь, значит, из Яс, его переводят сюда в Кишиневе, оттуда их, значит, выгнали, можно сказать, и здесь вот эта организация Румчирода, основной штаб Румчирода, получает из Петрограда приказ взять власть. А как можно взять власть? В Петрограде к власти в этот момент приходят большевики, и они дают Румчироду указание взять власть в Кишиневе. Взять власть в Киеве. И Одесса. Да, эти две республики, их надо было каким-то образом усмирить. Больше того, дается команда конкретно арестовать руководителей Свату Церии, потому что они ведут непонятную игру. 6 декабря их признали как законную власть. А уже видите, как в первых числах января уже появляется другой приказ. С чем это связано? Это связано как раз с началом заседания учредительного собрания, значит, в Петрограде. Учредительное собрание... То есть, как события... Там. Там влияют на события здесь. И здесь. И на фронте тоже. И на фронте. Видите, как? И как это с современностью похоже, когда разваливался Советский Союз? Конфликт геополитический. Жуткая сходство. Да. И 1-3 числа в это время идет общение между Сараилом и Инкульцом. И Сараил говорит Инкульцу, в этом случае, если дан приказ вас арестовать, вас могут арестовать в любой день. Поэтому вы должны здесь пойти на какой шаг? Мы предлагаем несколько вариантов. Или вы приглашаете румынскую армию, или вы приглашаете какие-то части украинские, гайдаматские, которые могут вас и так далее. Или вы, в конце концов, как компромисс, мы можем идти на такой вариант. В Киеве, там, значит, пленники тысячи трансильванцев. Мы можем эти тысячи трансильванцев отправить вам. Но Инкульц начинает возражать. То есть, трансильванцы, которые были в составе австро-венгерской армии. Трансильвания, не забываем, тогда была Австро-Венгрия. Эти, как белочехи, двигались в свое время в сторону Дальнего Востока. Точно так решили с помощью трансильванцев навести порядок здесь, в Кишиневе и в Молдове. И в данном случае, значит, Инкульц дает сначала согласие. Но потом он начинает советоваться с премьер-министром, с Ерханом, с Пынтой, с Германом Пынтой, который министром обороны был. И те говорят, что может быть скандал. Надо объяснить войскам, что скажут наши войска молдавские. Люди что скажут. Да. Потом есть этот приказ большевистского правительства все-таки идти на тенсионы. То есть, на столкновение. На столкновение. И надо общаться с этими комитетами. В конце концов, мы этих всех офицеров знаем. Мы знаем руководителя совета Венедиктова, мы знаем Милешина. Это люди нормальные, с ним надо общаться. И принимается решение идти в комитеты. И Ерхан, как премьер-министр, он отправляется эти два комитета советов. То есть, совет Губернский и совет Кишиневский. И говорит, ребята, давайте вместо анархии выступить вместе. А те начинают ему говорить. А у нас другой приказ. Мы должны захватить железную дорогу. Не дать войскам остановить этого генерала Щербачева. Арестовать Щербачева. Как предателя. А в это время трансильванцы уже движутся. Наводить у нас порядок. По приглашению получается инкульца. И вот инкулет здесь, значит, почему обращается к комитетам. Он говорит, мы пригласили. Он хочет им объяснить. Он признается. Он признается. Мы пригласили трансильванцев не для того, чтобы они здесь, как говорится, устроили скандал больше. Но они должны нам помочь вот эти воинские части. Ни вам не подчиняются, ни нам не подчиняются. Вот анархия в селах. Он начинает им рассказывать и так далее. И если коротко говорить, они тут объединяются, и трансильванцы получают по морде. Их разоружают, и ничего в них не получается. Именно так и получают. Это последний раз, когда сват Уцерий и Советы работают вместе. Дальше начинается что? Начинается агрессия, как мы говорим сейчас. Румынское вторжение. Да, вторжение. Вторжение. 6 числа эти трансильванцы, значит, они арестовываются. Действительно, в этом аресте, в их окружении участвуют и войска Советов, и войска Молдавской армии. И так далее. Инкулец, Ярхан понимает, что это было неудачное решение. Поэтому, что происходит дальше? В тот же день приходит информация, что румынские войска, дивизии, захватили Унгена, захватили Корнешт. Там идут бои. Они наступают через Ханчешт. То есть, румыны уже переходят границу? Переходят границу. И, конечно, Инкулец себя спрашивает и спрашивает консула французского, что происходит. Мы же эти войска не приглашали. То есть, они их не приглашали, но на сделку с ними пошел тогда Пынтия, министр иностранных дел. Не Пынтия, Пеливан. Пеливан, простите. Пеливан, Николай Кудрянов, министр. То есть, он-то знал, что происходит. Да. И Халипа тоже знал. То есть, там было несколько депутатов. И Халипа знал. Которые за спиной Инкулеца, за спиной правительства, они начали уже вести конкретно переговоры. А потом уже... Я вам скажу здесь, что. Я хочу сказать здесь, уточнить еще. Этот, Пеливан и все остальные, эти унионисты, которые пригласили, они все-таки работали вместе с консульствами французского. То есть, французский консул играл роль... Он играл роль сегодняшнего американского посла в Молдове. Что-то такое. Что-то такое. Что-то напоминает смутно. Чтобы он не обиделся, этот дипломат, но... Мне, что нравится у американского посла, он, в отличие от француза, сказал Гимпу, за это много ему можно простить, что идея объединения с Румынией не самая удачная идея. Не самая удачная. И здесь я вижу на первом этапе лидера СФАТУЦЕРИ, то есть президента республики, значит, Инкулец Еркан, как мне кажется, они повели себя достойно. Они пустили телеграмму, дали приказ войскам выйти на позиции. А на позиции, вы понимаете, вышли. Вышли отряды советов, вышла, значит, молдавская армия в полном составе, молдавская армия. То есть, молдаване и вышли против. Есть конкретная телеграмма, вы понимаете, этот документ, который в советское время его замалчивали и так далее. Где он говорит, вы молдавским войскам выйти против врага. Мпотрива вражмашивай. И они вышли. И этот приказ, значит, от руководителя... То есть, когда нам румынские историки и наши прорумынские кричат, все с хлебом и солью пошли встречать... Это неверно. Ничего подобного. Это неверно. Молдавская армия, какая бы она нищая, слабая не была... ...комитетами вместе с большевиками дружно вышли против вторжения против агрессоров. В 18 населенных пунктах состоялись большие битвы. Вот это очень важно, потому что нам полощат мозги. Румынские генералы, значит, сами потом докладывали, и это верно, что только в Бельцах погибло более 5000 человек. Кто это были? Это были крестьяне, это были люди советов, это были, значит, молдавская армия, то есть солдаты. Потом оборона Бендер. Сами румынский генерал Истрати говорил, погибло более 10 тысяч на поле боя. То есть, там нешуточные бои были? Очень сильные бои. Где хлеб, соль? Что за чушь? Конечно. Хуарнешть, значит, Унгена, Страшень, Калараш, Яловень, Бардер. То есть, румын встретили в штыки? Вштыки. Больше того, они несколько раз отступали. 6, 7, 8, 9, 10 числа. Когда получил, значит, когда Инкулец приказал войскам остановить бои? После того, как консуль, значит, французский признал, что, вы понимаете, это не решение румыны. Они пришли сюда не для того, чтобы вмешаться во внутренние ваши... Они вас не тронут. Они просто хотят навести здесь порядок, помочь вам и защищать, посмотрите, какой аргумент был, защищать военные склады, продовольственные склады, потому что война продолжается. У нас нет другого выхода. Это все согласовано и с нами, с Францией. Потому что Инкулец, конечно, спрашивал его. Отсюда и понятно, почему первый приказ румынского командования... Мы пришли сюда только на время. Так, так и было. Мы наведем порядок, и мы... И что делает французский консул? Так было. Да. Французский консул направляет в Яс, значит, своему там штабу и в Ясок тоже, то, что здесь началось... Есть признаки гражданской войны, и действительно, молдаване не хотят румынской армии. Поэтому вторжение надо остановить. То есть, консул, кажется, что пытается остановить вторжение. Но уже приказ французов и, значит, Антанты, и румынского правительства... Машина заработала. Все. Идти дальше. И основная задача идет, значит, арестовать всех большевиков, выгнать большевиков, как с фронта, так и с Молдавской республики. И надо сказать, что часть сватцерий, часть депутатов, это все поддержало. Их там не бедные люди многие были. Да, потому что они были... Владельцы земли. Они принадлежали, часть из них, Молдавской национальной армии, Молдавской национальной партии, партии эсеров. Многие считали большевики, что они как преступники, они захватили незаконно власть в Петрограде. И особенно вы понимаете, что эти события как раз 7, 8, 10 числа совпали с событиями в Петрограде, когда была арестована, в принципе, и разограна учредительное собрание. Они легитимно с большевиков ставят эти под сомнение, и тут начинается. И здесь надо сказать, что Янкулес действительно приказывает 11 числа остановить все военные действия. И 12 числа он лично вместе с Ерханом направляется в Страшена, встретится с румынскими генералами и объяснится, как... Да, мы остановили военные действия, но как вы будете себя вести здесь, вы не должны вмешиваться. Румыны заявляют, что они только пришли на 2 часа и потом уйдут. Румынский генерал призван 12 числа, после этой встречи, 12 января, он готовит обращение к гражданам Молдавской республики. Посмотрите, как было на обращении. То есть он признает Молдавскую республику. Он говорит, мы, братья, мы не пришли к вам вмешиваться, вы имеете право на самоопределение, вы создали свою республику. Бла-бла-бла-бла-бла. Да, и так далее. Единственное, мы будем помогать вам наводить порядок, чтобы не было анархии, чтобы не было крови и одно и другое. Но чем занимается румынская армия, значит, уже на 3-й, на 4-й, на 5-й день? Реально. Реально, особенно вот в первых числах, после 12 числа, после приезда в Кишинев, 13 числа они захватывают Кишинев. Их не встречает солью, хлеба и солью. Нет такого документа. Так если и в штыки в начале встретили. Значит, конечно, в Свату Церии есть два подхода. Есть некоторые, которые переживают очень сильно. Это большее количество депутатов. Но нужно сказать, что именно вот с этого момента, после 12 числа... Происходит перелом. Фактически, Свату Церии самораспускается. Почему? Исчезает вот за несколько дней, с 13 по 20 число, исчезает приблизительно 38 депутатов. А что говорил мне, когда Йосиф Виссарионович о кадре решает все? Кадр решает все. Исчезает почему? Потому что они не приняли, значит, румынскую агрессию. Они не приняли, значит, вот это согласие инкульца. Они не приняли оккупацию. Оккупацию они не приняли. Кроме этого, особенно, когда началась оборона Бельсии. Они не для того объявляли Молдавскую демократическую республику, чтобы сдать ее кому-то. Они посчитали, что это буквально оккупация. И в принципе оно такое и является. Да, да, это есть самая настоящая оккупация. Сколько бы ни объясняли там западные какие-то историки, румынские, что вот это был шаг помощи и так далее. И возникает тогда вопрос. Когда я слышу от таких, как ГИМП, оккупанты, у меня вопрос. Михаил Федорович, скажи мне, пожалуйста, а 17-го не твои ли, так сказать, идейные предки? В 18-м году. Я имею в виду, да, в 18-м году. В 17-м там тоже хватало таких, как ГИМП. Не они ли были оккупантами на нашей земле? Вот ему вопрос. Конечно. Молдаване решили создать свою республику. А какая-то часть этих элит... Ее сдала. Да. А на заре, интересно, мне сказал. Я говорю, Сереж, объясни мне, пожалуйста, вот твое мнение. Он говорил, Виктор Иванович, там на самом деле яролаж. Очень сложная ситуация. Но, говорит, главный был мотив, богатые не хотели потерять землю и имущество. Безусловно. И с Сережей трудно не согласиться. Безусловно. Подспудный мотив. Да, ну, нужно сказать, что... А у нас сейчас не так же. Ради денег, ради всего. И это государство чмонят, и разворовывают, и сдают его суверенитет налево и направо. Смотрите, как история. Только если тогда это была трагедия, пока что у нас фарс. Виктор Иванович, вопрос еще в том, что мы в советское время изучали, что вот большевиков поддержали массово. Это не так. Это не так. Вот мы сейчас вот через документы уже видно, что... Надо быть честными. Надо честно смотреть. История есть история. Здесь позицию большевиков поддержали часть народа. Часть армии. Народ другое поддержал. Когда в штыки встретили румын первоначально и стояли в Бельцах, и везде стояли, как говорится, насмерть, вот в тот момент люди пошли не за большевиков, не за эсеров. Защищать свою землю. Которую, которая обрела, они обрели свободу и землю. Свободу. Да, они поняли, что это наше. А потом их предали. Наша. И здесь надо защищать, потому что нет другого выхода. Вот правда. Да. Происходит 19-го числа января должен был иметь место большой крестьянский сез. И этот сез действительно происходит, но он происходит уже в сокращенном составе, потому что... Обстановочка другая. Люди побоялись вообще выйти, приехать. Это я понимаю, стоят войска, штыки, которые помнят, как их встречали, и мечтают о мести, и уже начинают расстреливать, мстить. Вот, естественно, люди боятся. И надо сказать, что вот первая проверка Сфату Церии, кто он такой уже... На прочность? На прочность было на этом крестьянском съезде. Сфату Церии тоже ожидал с большим нетерпением этот съезд, потому что съезд должен был избрать делегатов самих Сфату Церии. То есть дополнить Сфату Церии крестьянскими этими представителями. Это один вопрос. Потом был вопрос основной земли. По какому варианту пойдем? А для крестьян вопрос о земле был первостатейным. Ясновной. Ясновной. И на крестьянском съезде приходит премьер-министр Ирхан. Он начинает там объясняться, почему, как появились румынские войска, что мы будем делать, как мы будем защищать свою республику и так далее. Но надо сказать, что его не приняли. Значит, крестьяне посчитали, что они недостаточно приложили усилий для того, чтобы дать статус республике, чтобы обратиться к Антанте, к советам, к соседним государствам и так далее. И второй вопрос. Все-таки вы, Сфату Церии, до конца не можете ясно сказать, что у нас будет с этим крестьянским вопросом, с земельным вопросом. То есть дадите землю или нет? И надо сказать, что председателем съезда избрали тоже депутата Сфату Церии Рудиева, который был офицером, который принадлежал крестьянскому этому сословию. И этот Рудиев говорит очень открыто, уважаемые крестьяне, он образовался к нему на молдавском языке, я считаю, что мы все-таки должны иметь, конечно, вопрос земельный основной, но все-таки мы должны решить вопрос республики следующим образом. Не нужна нам никакая оккупация, никакие здесь румынские войска. Мы должны вообще подняться единым фронтом, призвать всех депутатов, всю молдавскую армию, соседей. Крестьяне поддержали? Они поддержали его. Полностью? Полностью, они встали на ноги, начали аплодировать. То есть, против румынской оккупации большинство населения было однозначно. Поэтому любому историку-унионисту, румынисту, я говорю, ребята, подождите, крестьяне, кто такие крестьяне? Это 90% населения, они отправили своих представителей в Кишинев, и эти люди против румынской оккупации, надо было убрать румынские войска. А ведь это большинство населения? Безусловно. И что происходит? Ярхан отправляется в правительство объясниться, что там происходит. На крестьянском съезде. На крестьянском съезде. А румынский взвод во главе с офицером приходит на этот крестьянский съезд и говорит, всех, кто выступил против короля и румынской армии, должно быть арестовано по закону. И он читает румынский закон. По румынским законам на территории чужого государства. Да. Крестьяне ему говорят, слушайте, но мы... Вы кто такой? Кто такие? Вы не имеете права, вы же обещали не вмешиваться и так далее. Тот офицер говорит, не знаю ничего, я должен выпадать приказ, поэтому арестовываем. И надо сказать, что крестьяне сначала не дали арестовать Рудеева, еще, я говорю, три депутата. Но в конце дня эти депутаты были все равно арестованы, их закрыли. Значит, Янкулец отправляет... А это главы, так сказать, выразители воли. Безусловно. Больше того, они депутаты. Как можно арестовать? Вы же обещали не будете вмешиваться в политические процессы. Румыны обещали. Да. И Янкулец отправляет Ерхана и Пеливана, отправляет к румынскому генералу Браштяну, освободить этих депутатов. А тот говорит, я здесь приказ, я здесь закон. Почему вы законы? У нас же есть свое закон. Нет, я действую по законодательству, значит, Румынии. А здесь чрезвычайное положение, военное время, поэтому эту территорию мы должны защищать по румынским законам. То есть, сразу было ясно... Румыны дали понять, что никакой Молдовы больше нету тем, а мы тут хозяева. Вы там занимаетесь гражданскими делами, а все, что касается фронта. Румынского короля, румынской армии и так далее, за это мы отвечаем. И кто посмеет говорить против румынской армии, мы его будем арестовывать и расстреливать. Он говорит буквально. А Ерхан ему объясняет, слушайте, вы не имеете права, потому что это все-таки депутаты. Вы же обещали. И как Браштяну? Браштяну говорит, а у вас нет закона. А тебе не напоминает, как у нас сейчас? Конституционный суд решает, что хочет. Обычные суды, что хотят. У вас нет закона о иммунитете депутата, у вас нет закона этого и так далее. То есть после этого случая было очевидно, что не свату церей, не руководство республики, а именно румынская армия ведет себя как на оккупированной территории, как на захваченной территории. А каким должен быть оккупант? Он захватывает власть, он управляет и так далее. И таким должен быть нормальный оккупант. Именно таким. Наглым, борзым. Надо сказать, что вот в течение января и февраля, значит, румынская армия участвовала в военных действиях против политических оппонентов, против молдаван, против тех, значит, сил, которые не хотели этой оккупации. И они погибло более 30 тысяч, сегодня это очевидно, 30 тысяч населения. То есть это были и крестьяне, это были и солдаты молдавской армии, и большевизированные, значит, войска и так далее. То есть они вмешались во внутренние... То есть десятки тысяч людей гибнут в результате румынской оккупации. А как бы братья встречали с хлебом и солью. Больше того, больше того. Из 150 депутатов, значит, большая часть не ходят на заседания. Ходят на заседания 48, 50, 55, 60, 62. Вы понимаете, уже эти, значит, решения самого Сфату Церий после января, после 13 января, они, в принципе, являются нелегитимными и незаконными, потому что... Ну да, потому что Сфату Церий уже превратился в что? В марионетку. В марионетку. Все? Поведение, значит, инкульца. Потому что очень много обвинений именно, значит, споровые и так далее. Я лично считаю, что до 20 марта, то есть после прихода румынских, он делал максимум возможных для того, чтобы получить все-таки гарантии на сохранение республики от Антанты, от соседних государств. Три раза он пытается отправлять делегацию во главе с ним на Брест-Литовские переговоры и на Бухарестские переговоры. Он хотел и от одного блока. Получить гарантии. Гарантии и так далее. Кто ему помешал? Румынский генерал Истрати в своих мемуарах пишет очень ясно. Мы ему помешали. То есть мы, румынская армия, сначала сломали ему автомобиль, потом отправили туда, значит, с опозданием для того, чтобы он не дошел. Короче, дурное дело не хитрое. У нас три минуты осталось. Осталось последнее. Заключительное слово. Заключительное я скажу, что мы должны гордиться созданием Молдавской республики. Мы не можем сейчас поставить, значит, какие-то большие вопросы к свату церей, к первому составу, который решил эти вопросы. Именно к первому. К первому составу. Значит, ноября, декабря. Там все решено законно и так далее. С другой стороны, мы должны понять, даже акт 27 марта по объединению, мы должны видеть в первую очередь, не как предательство свату церей. Это было, безусловно. Но это в первую очередь был геополитический акт, когда два блока, и даже, я скажу, три, да, и Антанта, и германский блок, и даже большевистская Россия, они сдали нас. Потому что большевистская Россия хотела защитить эту землю от иностранного и так далее, но они сами уже не признавали Молдавскую демократическую республику. Здесь есть вина и свату церей, потому что, если Инкулец и Еркан в декабре месяце пообщались с большевистским правительством, с Лениным, они, может быть, как и поляки, как и финны, получили бы согласие на государственность, на независимость. Это была ошибка свату церей. И это урок для сегодняшнего дня. Для сегодняшнего парламента и политического класса Молдовы, для всех сил, урок, что мы не должны вмешиваться в геополитические игры. Мы должны уметь вести переговоры и иметь хорошие отношения со всеми, с соседями, с большими странами, с Европой, с современной Россией, значит, не забывать о современном Китае, не забывать о Союзных Штатах. Безусловно, чтобы не попасть в новых капканах, которые попали депутаты тогда в 2018 году. И большое вам спасибо, что мне удалось очень коротко, я вам скажу, что об этом можно вести, значит, месячную, и я считаю, что по истории современной, и по истории Первой Республики, вот это Первая Республика Молдавская Демократическая, и по истории Второй Республики Молдавская ССР, как она образовывалась, какие конфликты были, как требовали часть депутатов провести все-таки здесь плебисцит, защищать национальный... То есть, завершая нашу программу, мы можем сказать, что в нашей истории реально, учитывая разноголосицу мнений, еще работать и работать. Надо общаться. Большое спасибо. Спасибо большое, что удалось поговорить в передаче, поговорить хорошо и интересно. И хоть немного прояснить ситуацию. Да, и говорю, событиями столетней давности, особенно в образовании Молдавской Республики, формировании Первого Молдавского парламента, этим нужно гордиться. Этот материал должен быть на столе школьника и студента. И, конечно, надо уметь спрашивать... И надо еще уметь видеть, как люди, которые не борются до конца, в конце концов становятся предателями собственного народа. Спасибо еще раз. К сожалению, были и такие тоже были. Это жизнь. Да. Дорогие соотечественники, вот и завершилась третья передача из нашего цикла, посвященного драматическим столетней давности событий. Когда была волей народа легитимно создана Первая Молдавская Демократическая Республика, как она была смята в результате внешнего и внутреннего предательства. Но мечта о своей государственности лелеялась всеми народами нашей страны. Я повторяю, всеми народами. Потому что в рядах тех, кто боролся против румынской интервенции, против любого рода развала этой страны, были не только молдаване, но были и русские, украинцы, евреи, гагаузы, болгары, люди всех национальностей нашей страны. А уж о евреях говорить нечего. Рожаль, например, он представлял и так далее. Что я хочу сказать. Всегда помните, что только борясь за собственную землю, за собственный суверенитет, мы получаем право на будущее для нас и наших детей. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин